Солнечные ванны Хожу по улице или выезжаем на Волгу или на Самарку Не понимаю прикола в том, чтобы просто лежать на солнышке и загорать Да, довольно-таки приятная погода в Самаре Сейчас выбрались на набережную, позагорать самое то Да, я люблю загорать, загораю всегда на пляже В солярий могу сходить только если зимой чисто чуть-чуть цвет поддержать кожу Хожу в солярий, потому что это быстро, безопасно И как бы не требует моего долгого времени А затем я укрепляю свой загар на нашей родной Волге Загар вела в моду Куко Шанель невольно В 1923 году во время круиза дизайнер обгорела на солнце А модники подхватили тренд сразу же Сегодня загорелая кожа – это признак здоровья, молодости и успеха В погоне за красотой представительницы прекрасной половины человечества Подчас не задумываются о воздействии процедуры на их здоровье Солярий может быть полезным, но при отсутствии противопоказаний Ультрафиолет достаточно глубоко проникает Любые онкологические заболевания, в принципе, это противопоказания для солярия Рак кожи, наследственность по злокачественному образованию Кожа краснеет, когда загорает? Для первого раза я вам посоветую 5 минуточек Однако быть красивой и загорелой хочется Предприниматель Елена Мишурина посещает солярий уже 10 лет На солнце ее кожа всегда обгорает Поэтому девушка готовится заранее к наступлению пляжного сезона Ходить в солярии обычно начинает с мая Процедура нравится Говорит, никакого вреда, одна только польза Ну, во-первых, это получение витамин Д Ты выходишь, смотришь в зеркало, опять же, ты видишь уже потемнение Уже, когда мы темные, загорелые, мы, естественно, крашу выглядим Во-вторых, мне нравится удобный солярий Например, на какие-то мероприятия собираешься Например, на свадьбу, на день рождения Или еще какие-то события То есть хочется все равно, чтобы тело было загорелое Сами понимаете, эстетично, красиво и так далее При посещении солярия важно соблюдать правила Нужно придерживаться техники безопасности Для того, чтобы защитить волосы от пересушивания Надевайте специальную шапочку Также используйте стекине Наклейки для защиты родинок И не забывайте о креме Он обязательно должен быть без защиты от ультрафиолета Иначе загар просто не проявится Для загара в солярии необходима специальная профессиональная крема Которые также предоставляются студиями Это необходимо для того, чтобы получить именно качественный, долгосрочный загар Также очень важен уход Потому что после посещения солярия необходимо выдержать время Не смывать крем, чтобы загар закрепился Количество минут в солярии зависит от фототипа кожи Светленьким – ходить не более чем на 7 минут Смугленьким – не более чем на 10-12 минут Опять же, начинать нужно с минимума У Елизаветы Смирновый день расписан по минутам Поэтому для девушки единственный выход – моментальный загар Говорит, ей бледность не к лицу Елизавета часто фотографируется Поэтому приходится поддерживать загар постоянно Я сама по себе очень белая Времени мне не хватает совсем Для того, чтобы прибежать в солярии и загореть Поэтому пользуясь моментальным загаром Его хватает до 10 дней При правильном уходе Я очень довольна Результат можете посмотреть сами После процедуры необходимо постоять несколько минут Для максимального впитывания распыленного лосьона Принимать душ рекомендуется не раньше, чем через 8 часов после процедуры Искусственный загар не пачкает одежду Постепенно сходит А главное – безопасен для здоровья Вопрос вреда или пользы остается спорным и по сей день Поэтому, чтобы избежать нежелательных последствий Нужно взвесить все за и против Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова